Добрый день, рад всех приветствовать. Меня зовут Антон Ильин, я врач общей практики семейной медицины и превентивной медицины Европейского медицинского центра. Сегодня мы коснемся такой, в общем, острой темы, как тема БАДов, биологически активных добавок. Надо отметить, что термин существует исключительно в русском словаре. Когда мы говорим БАДы, мы подразумеваем очень много разных категорий веществ. Это и витамины, и минералы, и фитонутриенты. В нашей номенклатуре БАДы — это все то, что не лекарство. В этом слове есть что-то, на мой взгляд, очень хорошее, а что-то есть очень неправильное. Ну, вот биологически активные, да, безусловно, эти все вещества очень биологически активны. Они принимают участие в самых тонких звеньях регуляции нашего обмена веществ. Взаимодействие нервно-эндокринной системы зачастую являясь либо сами гормонами, либо являясь предшественниками химическими жизненно важных гормонов и нейромедиаторов. То есть веществ в минимальных концентрациях, изменяющих очень важные реакции организма. А дальше идет слово, которое, на мой взгляд, немножко снижает профиль. Добавки. И вот все это создает какую-то иллюзию безопасности, а может быть даже и малой эффективности. Ну, что такое добавка, да? Добавка — это то, без чего можно обойтись, но можно добавить. Либо для вкуса, либо для лучшего эффекта. Вопрос, куда добавить, кто будет добавлять. И вот, к сожалению, вот это слово «бады», оно немножко выводит эти очень сильные и важные средства помощи нашему здоровью в какую-то категорию, где, наверное, можно послушать соседа, наверное, можно послушать блогера, да, и, наверное, можно послушать аптекаря. И приходит человек, в общем, к тому, что я называю концепцией двух пакетов. Вот один пакет — это рецептурные препараты. Это то, что прописано врачом, принимается в соответствии с рекомендациями врача. А вот другой пакет, зачастую превосходящий по объему и весу, — это вот «бады». Это то, что куплено на iHerb по совету блогеров, друзей, соседей. И то, что естся тайно, знаете, как ночью в холодильник. Врач не узнает, как правило, о содержимом этого второго пакета. Почему? Потому что пациент, во-первых, не верит в то, что врач примет это всерьез. К сожалению, порой это действительно так. Многие доктора, это не относится, безусловно, к Европейскому медицинскому центру, но, к сожалению, с этим приходится сталкиваться, и недооценивают роль фитонутриентов, минералов, витаминов в регуляции баланса нашего организма и его адаптивных свойств. И считают это за что-то либо никчемное, либо малозначащее, либо вообще за шарлатанство. Поэтому в итоге пациенты боятся рассказать врачу о том, что они принимают «бады». И все это на самом деле не так безобидно, как может показаться. Потому что «бады», будучи биологически активными субстанциями, они взаимодействуют, во-первых, друг с другом, а во-вторых, они взаимодействуют и с основной лекарственной терапией, прописанной врачами по рецепту. И теперь давайте остановимся немножко на этом поподробнее. И вот эта ситуация двух пакетов, она приводит, к сожалению, к поломке всей стратегии лечения. Ну, для начала, как человек покупает «бады»? Безусловно, для того, чтобы облегчить себе те или иные симптомы, те или иные заболевания, от которых, как правило, он уже принимает какие-то конкретные лекарства. Дело в том, что действительно фитонутриенты, фитопрепараты, витамины, они очень как раз хороши для устранения хронических дисбалансов в организме и могут усилить собой основную линию терапии. Но я повторюсь, и буду это повторяться еще много-много раз, в том случае, когда они назначены врачом персонализированной медицины, который знает, как эти «бады» взаимодействуют с лекарственными препаратами. Потому что очень часто биологически активные добавки влияют на всасывание лекарств в желудочно-кишечном тракте, на метаболизм лекарственных препаратов в печени, на выведение этих лекарственных препаратов или метаболитов через почки. То есть, грубо говоря, «бады» могут усилить действие лекарств, опять же, приведя даже к токсическому эффекту, или ослабить, сделать так, чтобы препарат просто не подействует. То же самое взаимодействие «бадов» друг с другом. Дело все в том, что грамотный специалист, который назначает биологически активные добавки конкретному человеку, он всегда назначает их так, чтобы усилить желаемые эффекты и убрать или минимизировать нежелаемые. Потому что фитопрепараты и «бады», в отличие от лекарств, они имеют разнонаправленный характер, причем одновременно. И далеко не все эффекты нужны, некоторые эффекты как раз-таки совсем не нужны данному конкретному человеку. Поэтому назначение «бадов» — это не менее ювелирная работа, чем назначение лекарственных препаратов. Если для кого-то это было новостью, то прошу просто принять это как факт. Что, безусловно, не лезет ни в какие ворота, — это вот эти вот комплексные «бады», которые как бы подобраны симптоматически. Опять же, если мы откроем описание разных фитонутриентов, мы увидим, что почти там половина из них вроде как для печени, а другая — половина для почек или еще чего-нибудь. Таким образом, мы получаем вот эти вульгарные названия, лежащие на прилавках в стиле «медвежий сон», «африканская страсть» и прочее. Скорее всего, будет в лучшем случае эффект плацебо, но я не исключаю, что назначение комплексных фитопрепаратов способно привести к не очень хорошим последствиям. Поэтому остается надеяться, что те, кто их выпускают, далеко не всегда соблюдают заявленные ими технологии, и что это просто пустышка. Что применительно к БАДам, что нельзя делать и что делать нужно? Ну, во-первых, нельзя разделять стратегию лечения на какие-то параллельные треки. Здесь лекарства, а здесь биологически активные добавки. И то, и другое — это средства достижения вашего здоровья, баланса и активного долголетия. То, и другое должно находиться в руках компетентного специалиста персонализированной медицины, и может быть ситуативно врач общей практики, и может быть нутрициолог. Но это должен быть человек, который в состоянии интегрировать в свои рекомендации все возможные средства повышения качества вашей жизни. Ничто не должно быть выведено за скобки. Поэтому, если кто-то так делает, я призываю больше этого не делать, и честно принести своему семейному врачу ваш пакетик с БАДами. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, иметь в виду, что биологически активные добавки, они очень эффективны и хороши именно в долгосрочной перспективе. Для лечения хронических дисбалансов, хронических проблем. Не стоит ожидать от них очень быстрого эффекта, хотя иногда они могут усилить первую линию основной терапии. Я бы, безусловно, советовал избегать самоназначения комплексных БАДов, исходя из проблем печени, проблем сна, проблем желудка. Потому как, опять же, во-первых, не факт, что все ингредиенты этих комплексных БАДов хорошо взаимодействуют друг с другом, а во-вторых, далеко не очевидно, что лично вам они все нужны. И, возможно, какие-то из них, на самом деле, даже и противопоказаны. То есть, хочется сказать, что биологически активные добавки — это очень мощный инструмент. Многие из них даже могут выступить в роли эпигенетического фактора, как сейчас говорят. То есть, по сути, включить экспрессию тех или иных генов. Потому что БАД — это носители информации, так же, как и все, так же, как и пища является носителем информации. И очень важно, чтобы этот инструментарий находился в опытных руках. Да, мы все хотим, чтобы наш желудок работал лучше, чтобы наша печень работала лучше. Но вот, например, сейчас, в эпоху пандемии, мы хотим, чтобы наш иммунитет работал лучше. Бесконтрольное самоназначение иммуностимуляторов, иммуномодуляторов и даже адаптогенов может привести к тому, что в случае новой вирусной инфекции мы можем дать избыточный воспалительный ответ и случится с нами вот этот нежелаемый цитокиновый шторм или еще какая-то неприятность. Именно потому, что мы сами, по сути, раздули пожар, который потом может перекинуться на наш собственный дом. Сейчас мы уже приближаемся к весне. Время, когда многие люди принимают БАДы, в частности, поливитамины или даже некоторые монопрепараты просто для того, чтобы повысить свой иммунитет, повысить качество адаптации к изменям окружающей среды, в общем, руководствуясь совершенно благими целями. И хотелось бы, может быть, развенчать несколько мифов. Первый из них — это мультивитамины. То, что я бы, наверное, никому не советовал делать, ну, возможно, можно дать какие-то вкусненькие, жевательные мультивитаминки детям, просто потому что это весело. То, что касается взрослым, ну, я не видел ни одного мультивитамина, просто по содержанию витаминов, который мог бы реально помочь человеку, у которого есть дефицит или недостаточность. Именно данного конкретного витамина. Еще хуже, когда человек комбинирует мультивитамины с некоторыми такими комбинированными БАДами, направленными на улучшение, допустим, сна, на улучшение работы нервной системы, просто забывая посмотреть, что в обоих коробочках находятся на две трети одни и те же вещества. Что касается назначения препаратов железа или витамина С, надо тоже понимать, есть ли для этого реальные показания и нет ли у человека проблем, в том числе с желудком, которые на самом деле принесут больше вреда, чем пользы. Тем более, что некоторые минералы или витамины стоит назначать именно при наличии объективного дефицита их в организме. И то прекрасно понимают, что это дефицит вызванных недостатком их поступления, а не проблемами с всасыванием, ассимиляцией или метаболизмом данных витаминов и БАДов. А это может быть связано, опять же, с теми патологическими процессами, которые установить может только специалист. Поэтому очень важно, еще раз это подчеркну, обратиться к тем, кто в состоянии взглянуть на все назначения комплексно, кто в состоянии действительно провести дополнительные и инструментальные лабораторные обследования, чтобы понять лично ваши проблемы и недостаточность или дефицит тех или иных минералов, витаминов в вашем собственном организме и составить стратегию лечения, основываясь на вашей личной картине. Наверное, подводя итог этой краткой беседе, мне хочется сказать, что витамины и БАДы это такие же лекарства. Они действуют по-другому, но они должны быть подобраны индивидуально как по составу, так и по дозировке. Они должны быть подобраны в соответствии с вашими потребностями и вашим типом конституции. Они должны быть подобраны в соответствии с первой линией терапии, если она есть по причине существующих хронических проблем. И, безусловно, этот подбор происходит на основании продвинутых панелей анализов, на основании обследования и опроса. И, безусловно, применение БАДов также подлежит мониторингу и переосмыслению в течение времени, так же, как и назначению основных препаратов. Таким образом, это очень мощный ресурс, это очень важные средства в арсенале врача, но это никоим образом не препараты для самолечения. Академия 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 Академия